Работы в акватории Феодосийского залива начались 15 сентября. За две недели спасатели подняли 18 тысяч взрывоопасных предметов. Проводятся работы по мониторингу подъёму и уничтожению взрывоопасных предметов с грузового теплохода «Жан-Жерез», который в 1942 году при заходе в Феодосийскую бухту был подорван на магнитной мине. Чтобы поднять затонувшие почти 80 лет назад, но всё ещё опасные предметы, спасателям приходится погружаться на глубину до 20 метров, расстояние до берега – 800 метров. Прежде чем приступить к подводным работам, сотрудники Крымского и Севастопольского главных управлений МЧС России исследовали дно и подготовили место для швартовки. Группировка МЧС составляет 38 человек, 15 единиц техники и из них 6 плавсредств. Это специалисты с города Керчи, Феодосии, Симферополя и города Севастополя. Длина судна – 120 метров. Спасатели работают в первом и пятом трюмах. Операцию МЧС осложняют особенности илистого феодосийского грунта. Видимость водолазов – нулевая. Водолаз при погружении в трюм, где стеснённые условия отсутствия видимости, должен выполнять работы по обнаружению взрывоопасных предметов, извлечению их и для дальнейшей транспортировки. Необходимо сначала размыть эжекторами грунт, для того, чтобы взрывоопасные предметы, они заели на очередь, извлечь из трюма. С 15 сентября водолазы погружались уже 85 раз. Каждый проводит под водой полтора часа. В трюмах ищут металлические контейнеры, которые называют цинками. Здесь сохранились армейские патроны. Чтобы поднять снаряды, спасатели используют специальные сетки. Приходится работать на ощупь. И бомбы, снаряды, патроны находить на ощупь, то есть пальцами. То есть их не видно. При этом извлекать необходимо аккуратно и выносить их аккуратно, чтобы нигде не упасть, не зацепить. Самые крупные артиллерийские 152-мм снаряды, таких подняли 30 штук, попадаются и 10-килограммовые авиационные бомбы. Пока работают спасатели, прогулочным катерам проход в опасной зоне запрещен. Чтобы исключить случайный заплыв, акваторию Феодосийского залива контролирует государственная инспекция по маломерным судам. Когда боеприпасы оказываются на поверхности, на катере их переправляют на пирс и перегружают на пиротехнический автомобиль МЧС, чтобы затем уничтожить на полигоне. Огонь! Операция МЧС по извлечению боеприпасов с теплохода «Жан-Жарес» продолжится до 14 октября. Екатерина Коломец, Севенформбюро.